Пропажу двух пролётов оградки Ирина Королёва обнаружила в начале мая. Здесь похоронена её прабабушка и две тёти. Женщина обратилась в полицию, выезжала на место кражи с участковым. Подобное происшествие уже случалось четыре года назад, но на другой могиле. Заявление было составлено и всё. С 15-го года мы не наблюдали никаких таких варварских отношений к нашим могилам. А тут в этом году это было что-то. Очень много, очень много повреждено могил. Снимали даже памятники, и я не знаю, кто их принимает. Захоронение насчитывает несколько десятков лет. Какие-либо документы на оградку и памятник у Ирины не сохранились. Но заявление в полиции всё же приняли, чего не сделали в отношении другой жительницы Эскитима, Марины Клюкиной. В полиции её не посчитали пострадавшей, так как необходимых документов, по которым можно оценить сумму ущерба, у неё нет. Почему в случае Ирины Королёвой было принято решение о возбуждении дела, а Марине Клюкиной было отказано? В главном управлении МВД России по Новосибирской области ответить нам затруднились. Однако из официального ответа на запрос следует, что руководство отдела дознания направило ходатайство на имя эскитимского прокурора об отмене постановления об отказе в возбуждении дела. С дальнейшим направлением материалов проверки в отдел полиции Эскитима для проведения проверки в полном объёме. В официальном ответе также пояснили, что под статью «Вандализм» данные происшествия не попадают. Состав статьи предусматривает ответственность за сквернение зданий, порчу имущества в общественных местах. Эти же случаи квалифицируются как хищение. В прошлом году старое кладбище было передано на баланс управления благоустройства и дорожного хозяйства. Там нам рассказали, что выделяемых денег едва хватает лишь на содержание двух других действующих кладбищ. Старое место погребения официально считается закрытым, но по-прежнему множество людей приходят ухаживать за могилами. Эскитимцы хотят его сохранить, а вот как – этот вопрос остаётся открытым.